Друзья, Маткульт, привет всем! Это выпуск новостей, очередной, кажется, одиннадцатый, но не помню, Козленок умеет считать только до десяти. Итак, у меня для вас целый ряд интересных новостей. Во-первых, скоро состоится впервые в эпоху посткоронавируса полностью открытая лекция в городе Москва. Остальные города уже отпустили весь этот шухер раньше, есть города, в которые я вообще выступал все это время. Но в Москве до этого было только несколько лекций в закрытых учреждениях, таких как вуз, например, в Керосинке была лекция. Это было очень круто, было очень много студентов, все прям на одном дыхании прошло, но все-таки туда пропускная система. Я специально там присылал для людей, которые заранее очень хотели попасть их паспортные данные, что-то такое, точнее фамилию, имя. Ну, в общем, сейчас будет открытая лекция, куда всех пустят. Это научный лекторий школы 2107, где я научный руководитель соответствующего научного лектория. И одновременно в этот же день будет день открытых дверей. Это будет 19 апреля, в день рождения моей любимой поэтессы Умки, Ани Герасимовой, в 60-летие Умки будет прямо лекция. Вот, позову даже ее, может придет на лекцию. Так вот, приходите все, в 17.00 будет лекция, которая называется «Формула Эйлера и замечательные многогранники». Она будет очень такой доступной не только школьникам матклассов, но я постараюсь ее сделать, так сказать, понятной для всех думающих людей. Вот, это первое мое объявление. Следующее объявление состоит в том, что мы продолжаем записывать 100 уроков математики, ибо нашелся один бизнесмен, очень скромный, его просил не упоминать, а если захочет, чтобы упомянули, немедленно упомянем в комментариях, внизу к видео, в описании, который берет на себя продакшн и выход, и все, так сказать, берет на себя издержка, связанные с этим. Поэтому будем надеяться, что где-нибудь через полгодика еще 15 уроков выйдут в свет, а дальше постепенно, и остальные будут выходить в течение следующих лет. Ну, вы знаете, что это мое главное дело жизни, поэтому, в общем, так сказать, я очень рад, что оно продолжается. Да, ну а по президентскому гранту, оказывается, нельзя два раза подряд подавать на одно и то же. Мы-то надеялись, что мы дальше будем все время президентские гранты выигрывать, но нас тут же дали отлуп, просто сходу отлуп. Получили? Вот, ну, вот так. Значит, дальше. Хочу сказать, что на самом деле уже вовсю идут все мои выезды, различные города. Вот, уже всю эту весну я ездил по городам, но вот из-за исторического момента люди не любят такой сильно открытый, иногда это школы, и просят там, что вот, ну, все-таки мы ограничимся составом этой школы. Но, тем не менее, в Воронеже была полностью открытая лекция совсем недавно. Значит, ну вот я ездил в Держинск в школу, я все время езжу в Майкоп и Нальчик, но давайте я перечислю, какие будут в ближайшее время выезды, на которые можно прям попасть. Так, в Майкопе у меня лекций не будет, сейчас будет, будет только запись роликов на нашей стеклянной доске в Майкопе. Это будет 6-го числа апреля. 7-го апреля я в Нальчике выступаю, это будет открытая лекция, следите за новостями в наших соцсетях, мы напишем, куда надо приходить. 7-го апреля, 17, скорее всего, 0-0, будет лекция в Нальчике. Дальше, я лечу в Пермь, 13-го числа утром, и вечером у меня будет после фильма, Александра Еременко нового фильма, там будет показ нового фильма про математику, и дальше моя лекция «Величайшие нерешенные проблемы математики, формулируемые простым языком». Там какой-то большой фестиваль, и вот приходите туда, тоже следите за нашими соцсетями, чтобы попасть куда надо. Так, дальше я, значит, так, дальше мы уезжаем с семьей. Дальше, 20-го апреля я лечу в Набережные Челны, там куча всего, и 21-го апреля в Казани тоже будет как минимум 2 лекции встречи, все это тоже открытое. Тоже информацию позже уточним. Так, проматываем дальше. 3-го мая в Майкопе я выступаю на Баленковском семинаре, но это для местных, кто там будут в курсе, скорее всего, да, придут. Так, в середине мая снова будет, видимо, Нальчик, последний раз в этом учебном году, предпоследний раз. А в начале июля будет летняя школа в Нальчике. Да, но зато еще в мае будет Смоленск, 18-го мая будет в Смоленске, а 19-го мая меня заберут в... А 19-го мая с самого утра меня из Смоленска перевезут в поселок Мирный, Оленинского района, Тверской области, в обычную школу. Ну, наверное, это интересно только тем, кто в ней находится. Вот, так что ждите туда. Я очень люблю, на самом деле, приезжать в обычные, самые простые школы, потому что я народный, так сказать. Ну, я от народа, человек от народа. Я хочу знать, как живет народ, а не только, как живут в Москве. И, соответственно, я очень люблю приглашения такие. Вот я время от времени приезжаю в обычные школы. Ну вот, примерно вот это, значит, что у нас, что на... Нам ближайший остаток весны, что будет из выездов. Идем дальше. Да, ну вот, позвали, наконец, на Чукотку, причем прямо от губернатора. Но это мы перенесем на год вперед. Сейчас я не могу выехать, маленький ребенок, то все, я не могу жену надолго оставить. Но я, конечно, в Чукотку приму приглашение и через год с лишним прилечу. Там, на вертолетах, по городам, полетаем, всюду уроки проведем. Вот, зовется Лехард, тоже ждет, тоже осенью. Тюмень будет осенью. Видимо, Белгород осенью. Довольно много мест, куда зовут, мы перенесем на осень. Вот. А вообще, хочу дать некое ноу-хау. Недавно в некотором городе, я не буду его называть, чтобы не подставлять, меня позвали в школу, когда директор уехал в отпуск, потому что директор не дал бы согласия, это совершенно было очевидно, поэтому просто подождали, пока он уехал в отпуск, позвали. Вот такой ноу-хау. Как директор уезжает, если директор такой, ну, тупой, упертый, то вы ждите, пока он в отпуск отправится. И после этого приезжайте. А я там вошел, говорит, ну, это мой друг, он так ко мне идет. А потом тихо-тихо детей собрали, учителей тоже, ну, и провели занятия. Во, супер просто. Ну, нам вообще надо тихариться, потому что следующая новость стоит в том, что приняли закон о просветительстве, и я теперь как бы на самом деле вне закона. То есть я передаю вам знания, а это теперь запрещено законом Российской Федерации, если, конечно, его подпишет первое лицо. И, соответственно, любая такая деятельность, это уже деятельность подпольная, и мы должны к этому привыкать. Но нам ли в России привыкать к тому, что любое доброе дело, любое, должно быть когда-то наказано, да, не остается безнаказанным. Так что это мы все понимаем, и, конечно, ни на какую заграницу нашу родную Россию не променяем. Будем продолжать жить и работать здесь, и получать по шапке от всяких сволочей. Вот и все. Так, дальше. Мой друг Тёма Лебедев выпустил замечательную книгу «Математическое невежество и его последствия». Вот этого автора, Джона Алена Паулоса. Но книга, надо сказать мне, если честно, книга мне не то чтобы сильно понравилась, она местами очень даже увлекательная, но он такой, он, ну, он индоктренирует на определенные вещи, и Тёма меня попросил написать рецензию, которую я написал. В этой рецензии я объяснил, что происходит в тексте книги, и что я бы делал по-другому, и как бы за что автор отвечает за индоктринацию. В общем, имейте в виду, книга вот эта вот всем рекомендуется, и начинайте прямо с моей рецензии. То есть сразу лезьте в конец и читайте мою рецензию. А потом читайте книгу, там куча всего, например, там великолепный пример, что однажды при игре, вот, зачитаю, да, значит, у автора получилась неплохая подборка анекдотических примеров проблем с пониманиями чисел. Чего стоит одна история про перебор всех девяток из 22 игроков в бейсбол, который порекомендовал какой-то тренер, значит, произвести. Перебрать все девятки и посмотреть, как каждый из них играет. Задача вам всем посчитать количество. Ну, собственно, задача для детского сада. С из 22 по 9, просто высчитать, сколько это будет вариантов. Вот так что. Покупайте книгу Тёмы. Это моя реклама. Тёме большая. Ну, собственно, вот с моим этим послесловием. Так, еще будет куча всяких мероприятий, которые тоже хочу зарекламировать. Школа по комбинаторике теории игр в Майкопе пройдет в начале июля, а в Сириусе до этого будет тоже школа, которую мы проводим, тоже там вокруг комбинаторики. Ну, и вообще, в начале июля и в конце июня очень много интересных событий будет в районе Сочи и Майкопа, о которых я специально скажу в майском новостном ролике, уже ближе к делу, с полными, соответственно, какими-то уточняющими данными. Вот. Ну, и летом будет комбалк, надеюсь, уже нормально в Бериндеевых полянах. Так, было много интересных у меня коллабов. Обратите внимание на коллаб со Световым. Ну, такой либертарианец, очень интересный парень. Очень понравился мне. Вот. Мы с ним там в половине случаев спорили, в половине случаев соглашались, почти три часа подряд беседовали. Был я у Женечки Тимоновой, все как у зверей. Наверное, тоже скоро у нее на канале выйдет. В эксперте вышла моя с Карповым статья с Андреем Карповым про, значит, минусы дистанционного образования. Все-таки мы ее туда пробили. Вот. Был в детском доме с лекцией тоже. На самом деле, если у кого-то есть моральные силы с детишками, которые остались без родителей, поговорить, то это дело хорошее, и там всех ждут. Вот. Это в Москве. Там некий центр, ресурсный центр детских домов. Так. С Бояршином выходит куча всего. Ну, вот недавно тоже вышло. Так. Наука против вышла с противовой вероятности. Но я предупреждал, что я в ней не спец, и меня закидали помидорами потом очень сильно. Но все равно можете посмотреть. С Андреем Ткачевым об образовании в России. И отец Андрей Ткачев благословил меня стать министром просвещения. Ну, а раз отец Андрей благословил, и вообще раз, так сказать, ну, понимаете, в его лице православная церковь меня благословила стать министром просвещения. Поэтому в дальнейшем тот факт, что я им не являюсь, это, в общем, вызов и упрек нашей власти, у которой я, естественно, вот обращаюсь, что сделайте меня, наконец, министром просвещения. Давно пора. Так. На Медузе я опубликовал свой памфлет злостный в адрес тех, кто принял этот проклятый закон о простейской деятельности. У Юнемана я выступил. Возможно, я об этом уже говорил. Тогда у меня склероз. Тоже называется «Если я стану министром просвещения». У Юнемана, он любит, чтобы правильное удаление ставили. И у депутата Николаева тоже об этом выступил. Но, по-моему, об этом я уже говорил в предыдущем ролике. Так что всем маткульт привет. До встречи всюду. Ждите новых роликов, ждите моих выездов. Жизнь возвращается, коронавирус факов. Вот. И всем привет. Всем пока.